Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Похоже, у Зеленского пресс-секретаря опять декрет. Ну, я уж не знаю, насколько там серьезная беременность, но предыдущая пресс-секретарша, которая канула куда-то в лету, вроде бы грешили, что она на сносях. Что с ней произошло, я не знаю. Но вот этот нынешний, он, конечно, еще в качестве пресс-секретаря прогугливается, но в реальной жизни не появляется. Такой бородатенький мальчик с какого-то канальчика. Я не помню, как его звать, потому что Мендель, она хорошо засела в мозг, ее хрен забудешь. А эту невзрачность, в общем, мы даже не запомнили. То есть он то ли в декрете, то ли во всяком случае не появляется нигде, потому что вместо пресс-секретаря говорит сам Зеленский. Причем наперебой, у них конкуренция, у них конкуренция пресс-секретутства. Кто Ермак, кто Подоляк, да они этот микрофон разрывают, Зеленский пресс-секретутит каждый день сам. Слушайте, у Путина есть Песков, вот он своими усами шевелит, при этом постоянно его видно на экране, он, ну, сто процентов не на сносях, то есть там беременность не подозревается, постоянно что-то трындит. А у нас свистят все, кому не лень. У нас фактически роль пресс-секретаря, это самая завидная роль, разрываемая между топовыми чиновниками, между Зеленским, Ермаком и его помощниками. Они за каждую возможность отпресс-секретутить, по-моему, готовы друг друга прорвать на мелкие куски. У них такая жажда публичности, что, ну, даже, я вам скажу честно, даже публичность Поплавского где-то, ну, процента на полтора. Максимум от тех ста процентов публичности, которые у Зеленского. Я с огромным уважением отношусь к Михаилу Михайловичу, но я не знал. Но я не знал, что по публичности вот этот 95-й квартал, попавший во власть, так сильно себя проявит. Кстати, раз мы говорили о пресс-секретарях, у нас когда-то на канале ICTV работал российский ведущий, ныне ведущий одного из центральных российских каналов, Киселев. Мне жена показала видео, он на полном серьезе так бровки сдвинул, понимаете, прямо рожа, как у Мендель в лучшие времена. И говорит, что если не будет Путина, то России не будет. Россия не сможет существовать, если не будет без Путина, на нем держится Россия. Ну, вообще, честно говоря, я понимал, что такие пули может Мендель отливать. Но то, что российские телеведущие, да уже в таких годах, ту же самую шнягу выдавливают из себя, как пасту из тюбика, я не догадывался, тогда идем путем, если не логическим, то хотя бы творческим. Если взять за основу их тезис, путинский тезис, что Украину придумал Ленин, ну, тогда Россию, наверное, придумал Путин. Мы все равно старше! Черт побери, мы все равно древнее и старше. Но, если уже, как говорится, Мендель на голубом глазу, я с трудом себе представляю, вот если Путин, ну, не если это вопрос, не если это вопрос, когда Путин склеивает ласты и вперед ногами на лафете, я уже не знаю, на чем повезут Путина, не факт, что на лафете, может быть, яхту там выкатят на Красную площадь, как-то, может быть, хоть этот будет отличаться. Куда его положат? Вот серьезно. С Зеленским это такое дело, там куда ни ложи, в общем, как бы... А вот с Путиным проблема. Его будут туда вот, к Ленину? Когда-то туда положили Сталина. Там Ленин, Сталин. Вот Путину как нарочно подбирали фамилию. Когда Ельцин выбирал вот преемника, может быть, может быть, это, знаете, было такое, знаете, такое вот партийно извращенное чувство юмора. Он как бы понимал, что вот там Ленин, лежал Сталин, вот Ельцин, ну, как-то не хочется. И тогда он Путин выбрал. Потому что по количеству букв, это ж чисто фамилия для Мавзолея. Ну, серьезно. Вы на Мавзолее Зеленский не напишите. А вот Путин и Ленин, ну, это как партия и Ленин, близнецы, братья. Я себе отчетливо представляю, что нетленные мощи, ну, хотя бы на какое-то время Путина, я говорю, не Мендель, не Мендель, не нетленные мощи Мендель, а нетленные мощи Путина будут востребованы российским народом. Я, кстати, давно обратил внимание, что, в принципе, Песков и Мендель, они в чем-то родственники. И я к чему это все веду? Друзья, у меня есть стойкое ощущение, что Зеленский не просто всегда завидовал Путину, он всегда его копировал. Ну, например, он присмыкался, просил взять его как за долги. Он неоднократно поясничал перед Путиным и плясал ему там на разных сборищах и корпоративах. Но, наверное, вот эту путинскую страсть к омовзолеиванию, которая совершенно очевидна, и вот эту трепливость насчет того, что Ленин основал Украину, то есть такое вот просто выдумывание. Кстати, как артист разговорного жанра, в жанре клоумада обыкновенная, Путин поталантливее Зеленского, потому что Путин откровенно сыпет экспромтами. То есть вот он умеет как бы, ну, где-то, конечно, есть и домашние заготовки, но Зеленский на сцене, ну, когда ему пишут авторы, намного интереснее в плане разговорного жанра, чем Путин. А вот в реальной жизни Зеленский почему-то, когда пытается что-то говорить от себя, вот сильно вот в этом разговорном артистическом жанре, такого, знаете, клоуна, по клоунскому таланту Путину сильно уступает. То есть понятно, что клоуны оба, но Зеленский, ну, как-то вот, ну, сильно провинциальный. Серьезно, Путин как-то пообтесался, он уже такой клоун столичный. А Зеленский, ну, что ведь, кривой рог. Из него прется кривой рог. Так вот, я себе представляю, что, наверное, Зеленский тоже бы хотел где-то в глубине души, там, тайно. Вот так же красиво по-путински склеить ласты. Я, кстати, ожидаю, ну, думаю, вы тоже уже давно заподозрили, что к этому идет, что нам начнут рассказывать, что нет Украины без Зеленского. Если убрать Зеленского, Украины не будет. Нам недолго осталось. Я на полном серьезе говорю, что эта тенденция, освященная пресс-секретарями и по русской церковью православной, она явно наклевывается где-то и у нас, потому что вот этот вот жополизинг перед шефом, он всегда и везде выглядит одинаково. Ну, безусловно, одинаково глупо. Но у меня есть ощущение, что вот эти глупости Путина Зеленский неизбежно попытается повторить. И вот эту карикатурность Российской империи в менее профессиональном, в не таком смешном, в таком гниловато-криворогульном исполнении мы обязательно увидим и от нашего додика с его-то методикой. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, оставляйте комментарии, распространяйте в соцсети, потому что у нас с вами забрали свободу слова. Вот такую, какая она должна быть по Конституции, и какая она во всем цивилизованном мире. Поэтому мы должны компенсировать эту кражу у нас конституционных прав и распространять правдивую информацию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. А победа, друзья мои, победа все равно будет за нами, за Украиной, потому что за каждым из нас персонально и обязательно не заржавеет. Субтитры создавал DimaTorzok